Добрый день, вечер, уважаемые коллеги. Мой доклад последний, я постараюсь быть краткой. Оценка степени лечебного патоморфоза, tumor regression grade, это морфологическая оценка ответа опухоли на неодевантную химиорадиотерапию. Это очень важная оценка, она связана с клиническими исходами. В клинических исследованиях используют множество различных классификаций tumor regression grade для оценки степени регресса опухоли, что часто приводит в замешательство относительно того, хороший или плохой ответ был достигнут с последующей неопределенностью в отношении лечения и прогностического значения. Эта проблема подчеркивается в различных статьях и исследованиях, а также отмечается важность общепринятого стандарта в этом вопросе, что позволит сравнивать и анализировать результаты лечения колоректального рака в различных лечебных учреждениях. На эту тему опубликовано множество статей. Какая же идеальная tumor regression grade система существует на сегодняшний день? Ряд авторов сравнивают морфологическую tumor regression grade с клиническими исходами. Другая часть авторов сравнивает морфологическую tumor regression grade с радиологической tumor regression grade, вернее с рентгенологической. В современной литературе большое количество таких классификаций чаще всего используется по мандарту и подвороку, это пятибальные системы. А вообще существуют трех-, четырех- и пятибальные системы. И вот я насчитала 19 таких классификаций, что, конечно же, затрудняет анализ материалов, полученные наши результаты и литературные данные. Данные доклады основаны на исследовании, опубликованном группой авторов в 2014 году, в котором приводится сравнение различных tumor regression grade и определение более точной системы с учетом прогнозирования исходов. В исследование были включены 563 пациента с колоректальным раком Т3, Т4 и или Н1 после продленного курса химио-лучевой терапии с последующим оперативным вмешательством в объеме тотальной мезоректомектомии. В период с 1998 по 2007 годы проводились в клиниках морфологические сопоставления, сравнивалось безрецидивность, выживаемость в зависимости от степени патоморфоза. Данные, приведенные в таблице, сравнивались с наиболее часто встречающейся в литературе tumor regression grade. Это по мандарту 5-бальная система, по двороку 5-бальная система, EGCC 4-бальная и 3-бальные системы, в том числе модифицированные по двороку и по мандарту. И авторы приходят к выводу, что 4-бальная система EGCC наиболее точно коррелирует с 5-летней выживаемостью и безрецидивностью. Эта же информация на кривых указана. Авторы делают заключение, что все системы tumor regression grade можно использовать для прогноза рецидива заболевания. Пятиуровневые системы не имеют явного преимущества над трехуровневыми. Система EGCC более точно прогнозирует безрецидивность и выживаемость после комбинированного лечения рака прямой кишки по сравнению с другими системами и рекомендована в качестве стандарта. Система EGCC представлена на слайде. Она была опубликована в 2005 году, но широко стала использоваться в последние 2-3 года. Это 4-бальная система, TRG-0 – это полный ответ, TRG-1 – умеренный ответ, TRG-2 – минимальный ответ, TRG-3 – это плохой ответ опухоли на химио-лучевую терапию. Эта же система принята во всех последних классификациях. Классификация Royal College of Pathologists за 2014 год, КАПовская рекомендация College of American Pathologists И в национальных рекомендациях 2016 года по ректальному раку. Тумор регрэшн грейд – плохой ответ. Минимальное количество погибших опухолевых клеток, когда мы видим обширную резидуальную карциному. Замещение опухолевой ткани может происходить как за счет фиброза, так и за счет эмоционозной дегенерации опухолевых клеток. Тумор регрэшн грейд 2 – это минимальный ответ, когда резидуальная карцинома сохраняется, но с превалированием фиброзной ткани. Тумор регрэшн грейд 1 – это умеренный ответ, когда сохраняются небольшие группы или единичные опухолевые клетки. Но в этом случае это был единственный фокус на весь препарат. Ну и я не показываю, естественно, тумор регрэшн грейд 0 – это полное замещение опухоли. Это только фиброз или воспалительная инфильтрация. Для стадирования опухоли после приоперационной терапии только наличие жизнеспособных опухолевых клеток берется во внимание. Фиброз, кровоизлияние, некроз, воспалительно-клеточная инфильтрация и бесклеточный муцин игнорируются. В случае с полным регрессом опухоли регистрируется как YPT0, YPN0, N0. На нашем случае, в наших исследованиях полный регресс был достигнут в 13%, выраженный в 30%, незначительная степень регресса в 57%. Предыдущие данные мы оценивали по трехбальной системе в соответствии с предыдущими рекомендациями Royal College of Pathologists. И с 2017 года мы приступили к четырехбальной оценке и тумор регрэшн грейд. Исторически, системы морфологической оценки тумор регрэшн грейд создавались без учета корреляции с клиническими исходами. Появление большого их количества изменения в трактовках связано с получением долгосрочной прогностической информации по колоректальному раку. Мультидисциплинарный подход к оценке степени регресса опухоли имеет наиболее важное значение в настоящее время. Клинико-морфологические и рентгенологические сопоставления необходимы для более корректного определения патоморфоза опухоли. На эту тему наиболее интересная статья, вот мне попалась в последнее время, это опубликованная группа авторов Паттель и Джина Браун. Это известные специалисты в своей области. Они в статье пытаются, не пытаются, они сравнивают морфологическую тумор регрэшн грейд по мандарту, подвороку и магнитно-резонансную. В общем, приводит это все к единому знаменателю. Это очень важно, потому что органосохраняющая стратегия при колоректальном раке после пролонгированного курса химиолучевой терапии с полным клиническим регрессом опухоли, так называемая выжидательная тактика с активным динамическим наблюдением, активно внедряется в современную практику. И возможно, что метод оценки регресса опухоли на основе магнитно-резонансного исследования может вообще заменить морфологическую тумор регрэшн грейд, так как он дает возможность оценить ответ опухоли на неоадювантную терапию до хирургического вмешательства. И дает возможность скорректировать это лечение, включая изменения хирургической тактики вплоть до полного отказа от операции. И я вот хотела вернуться к предыдущему слайду. Вопрос на сегодняшний день остается открытым. У нас есть хорошая магнитно-резонансная классификация тумор регрэшн грейд, но она пятибальная. А на сегодняшний день мы переходим к четырехбальной системе оценки морфологической. И в настоящее время в отделении ведется работа. Мы пересматриваем материал за пять лет, и мы будем его оценивать по четырех- и пятибальной системе морфологической, сопоставлять с рентгенологическими данными. И нашей задачей является адаптировать. Возможно, у нас получится получить адекватную, корректную, четырехбальную магнитно-резонансную тумор регрэшн грейд. Спасибо.